В школах нашего города завершился городской конкурс исследовательских и творческих работ «Открытие». Конкурс организовывается комитетом по образованию при поддержке Смоленской атомной станции уже третий год подряд. У нас в этом году участвует 11 ребят. Представлено всего 8 проектов. То есть у нас есть как индивидуальные, так и групповые проекты. Цель этого конкурса, как и предыдущего литературного, это выявление одаренных детей. Но только теперь детей, которые в области математики, в области точных наук проявляют свои таланты и способности. В этом году ребята делали акцент на интегрированность проекта «Соединяй математику с другими науками». Каждая работа получилась уникальной. Ученица 9 класса Ангелина Семененко принимала участие в этом конкурсе впервые. Она в своем проекте показала асимметрию фотографии. Я человек в отчестве, меня сразу привлекла асимметрия. И когда у меня был готов проект, я подумала, почему бы мне не поучаствовать в этом конкурсе, а вдруг повезет. Если ты понимаешь математику и творческий человек, тебе довольно-таки легко заняться проектом. И если ты вдохновляешься, то тебе это помогает. И если тебе это нравится, почему бы и нет. Школьники показали не только глубокие знания по математике, но и умение творчески подходить к решению задач. И продемонстрировали свое ораторское мастерство при защите проектов. Лучших из лучших определяло жюри, в состав которого вошли педагоги, представители комитета по образованию и Смоленской атомной электростанции. Участники сегодняшнего конкурса – это действительно талантливые дети. Поражает, как они видят математику, как они видят ее прикладную составляющую, как они показывают медицину, показывают социальную сферу, показывают бюджет. То есть это наши будущие талантливые ученые, возможно, это будущие наши энергетики, ну и вообще в целом, так сказать, наш цвет, будущее нашей страны. По итогам конкурса самой лучшей оказалась работа учениц первой школы Екатерины Чериной и Марии Подрес. Все победители, призеры и участники конкурса получили грамоты и призы от комитета по образованию. Учителя, подготовившие победителей, призеров и участников конкурса, получили благодарность от комитета по образованию.